Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подновить миссию по освоению космоса уже в этом году. Первый запуск новейшей «Ориант-6» запланирован летом. Нику Попеску уходит с поста вице-премьера и министра иностранных дел евроинтеграции. Об этом дипломат за час до заседания правительства в среду заявил в рамках пресс-конференции. Хочу сообщить, что я принял решение подать в отставку с постов вице-премьера и главы МИДЕИ. В правительствах Дарина Ричана и Натальи Гаврилицы, а также при поддержке парламентского большинства, нам удалось направить Республику Молдова на путь евроинтеграции и обеспечить ей место на будущей расширенной карте Евросоюза. За более чем два с половиной года во главе Молдавского внешнеполитического ведомства Нику Попеску назвал своей главной победой вывод Молдовы из международной тени. Стране удалось организовать саммит Евросоюза в Бульбуаке, а также стать кандидатом с открытыми переговорами о вступлении в ЕС. Я беру паузу только касаемо этой должности. Это не касается всей работы и предпринимаемых усилий моих и госпожи президента Майя Санду, всей команды, чтобы продолжить работу по интеграции Республики Молдова в семью ЕС. То есть я продолжу работать в этом направлении, независимо от той позиции, в которой нахожусь. Но этот перерыв я беру после той работы, которую проделал за последние два с половиной года на этой должности. Отметим, что заседание правительства в среду началось со слов благодарности в адрес молдовского дипломата за проделанную работу на посту главы МИДЕИ. На прошлой неделе в Давосе я, разумеется, благодарил коллег, глав страны ЕС за решение, принятое в декабре. Они все, абсолютно все, отметили усилия команды МИДЕИ, дипломатические усилия, которые предприняла Республика Молдова и НИКУ, чтобы евроинтеграция ускорилась и чтобы получить декабрьское решение. НИКУ, я очень тебе благодарен. НИКУ Папеско занимал должность главы МИДЕИ с августа 2021 года, а также в правительстве Майи Сандус июня по ноябрь 2019 года. Напомним, что недавно свои отставки с поста главы парламентской правовой комиссии объявила Алисия Стамати. МИДЕИ разделится на два ведомства – Министерство иностранных дел и Министерство европейской интеграции. Объявление о том, кто возглавит новое учреждение, сделал в начале заседания правительства глава Кабинета министров Дарин Ричан. Со следующей недели кресло министра иностранных дел займет нынешний вице-председатель парламента и глава комиссии по внешней политике парламента Михаил Попшой. И я хочу выразить большую благодарность господину Попушою за то, что он присоединится к команде правительства. А на посту учреждения по европейской интеграции у нас будет Кристина Герасимов, которую возглавит Министерство по европейской интеграции и которая будет координировать и деятельность Бюро по европейской интеграции. Благодарю и Кристину за то, что она присоединится к команде правительства. Кадровые перестановки коснулись и других министерств. Предлагаем назначить Андрея Грицко на должность генерального секретаря Министерства энергетики, начиная с 29 января нынешнего года. Господин Грицко победил в конкурсе, который был организован совместно с Государственной канцелярией. Он лицензиат в области права, работал и в частном секторе, в том числе за рубежом, работал и в государственном секторе. В рамках заседания правительства государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности заявил, что его ведомство нуждается в ещё одной руководящей должности. Вследствие аналитической работы, проделанной министерством, было выявлено, что фермеры менее подготовлены с экономической точки зрения. В том числе у нас много проектов, а также партнёров по развитию, которые нацелены на развитие Республики Молдова и именно в сельскохозяйственные области, где предусмотрены некоторые финансовые средства, которые могут быть выделены или распределены фермерам для уменьшения негативных эффектов кризисов. Поэтому нам очень важно, чтобы была эта должность государственного секретаря, который непосредственно знаком с экономическими принципами и мог бы принять активное участие в развитии и укреплении устойчивости сельхозпроизводителей. На основании предложения генерального секретаря правительства Кабмин поддержал ряд отставок, а именно генерального директора агентства геодезии, картографии и кадастра, в Рио генерального директора агентства по инвестициям и главы территориального подразделения госканцелярии Унген. Новорожденные будут автоматически считаться гражданами Республики Молдова, если родились на территории страны, даже если их родители не являются подданными Молдовы. Им просто нужно будет подать необходимые бумаги и документы в компетентные органы. Соответствующие изменения в действующее законодательство были предложены в рамках того же заседания правительства. Документ представил министр внутренних дел Адриан Эфрос, отметив, что на приведение законодательной базы в соответствии у госорганов будет три месяца. Ещё одну инициативу на тему гражданства представил глава агентства госуслуг. В следствии принятия предложенных изменений, агентство будет предоставлять услуги по присвоению гражданства сроком до шести месяцев, вместо 20 дней, которые предусмотрены сегодня в решении правительства. А для признания гражданства, которое сегодня происходит минимум за один день, согласно решению правительства, срок также будет расширен до шести месяцев. Если в период 2020-2021 годов у нас было около 11 тысяч заявлений для получения или восстановления гражданства, то в период 2022-2023 годов у нас сегодня чуть более 19 тысяч заявлений. Хочу напомнить членам Кабинета министров, что именно эти сроки до шести месяцев действовали в период чрезвычайной ситуации, что позволило нам предотвратить как минимум 30 случаев, когда люди просили гражданства абсолютно безосновательно или даже обманным путём предоставляли личные дела на получение или восстановление гражданства Республики Молдова. А министр экономического развития Думитро Алаиба, напротив, представил инициативу по смягчению миграционной политики. В парламенте мы уже отменили разрешение на работу для граждан ЕС. Сегодня мы добавляем к этому списку ещё более 20 стран из схожих регионов. Таких стран, как страны Европейской ассоциации свободной торговли, Северная Америка, а также Балканы, Украина, Южный Кавказ и другие, чтобы быть более привлекательными для инвесторов. Поскольку мы все нуждаемся в сильной экономике, в развивающейся экономике, а эта мера идёт как будущее наше инвестиционное предложение для иностранных инвесторов, но и для местных. В связи с увеличением размера минимальной зарплаты до 5000 леев, правительство внесло поправки в механизм оплаты труда некоторых работников бюджетной сферы с полной ставкой для того, чтобы убрать некоторые разногласия в действующем законодательстве. Также в завершении своего мандата действующий глава МИДЕИ Нику Папеску представил пакет из восьми инициатив по расторжению соглашений в рамках Содружества независимых государств. В числе главных общих причин для начала процедуры расторжения – отсутствие возможности применения, моральная устарелость и их несоответствие с нынешними реалиями, исходя из того, что Республика Молдова больше не идёт в ногу с политиками, ценностями и направлениями развития установленных механизмов. Молдавский Кабмин единогласно поддержал пакет из восьми инициатив, представленных Нику Папеску. В среду в Тирасполе прошёл массовый митинг против решения молдавского правительства обязать приднестровские компании на общих основаниях платить таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров. Протест был организован после того, как на прошлой неделе так называемый Верховный Совет ПМР принял решение отменить льготы для фермеров из Дубосарского района с резиденции на правом берегу Днестра. Также в среду в Тирасполе была задержана журналистка из Кишинёва. Согласно сайту городской администрации Тирасполе, организаторами митинга в среду стали трудовые коллективы. В колонии, которая прошла от театра имени Аранецкой до площади Суворова, были как студенты, так и представители профсоюзов, общественных организаций, а также руководство непризнанной ПМР. Чтобы мы не было повышения цен, чтобы люди могли спокойно себе работать, чтобы нам привозили нашу продукцию, ну не по обещанным ценам. Как думаете, услышат вас? Мы надеемся на это, что люди нас услышат. Чего требуем сегодня? Равноправие, мира, счастья, здоровья со всеми. Мы, Приднестровские молдаване, обращаемся от имени общественного движения «Союз Молдаван Приднестровья», в котором числятся более 150 тысяч этнических молдаван, проживающие в Приднестровском регионе. Требуем от руководства Республики Молдовы незамедлительно отменить введение таможенных сборов для предприятий Приднестровья и блокирование экспорта продукции приднестровских предприятий. Мы ждем, чтобы все вопросы, которые поставлены на повестке по отношению к нашему народу, к простым людям, были решены мирным путем, путем диалога. В самом ответе на запрос нашего телеканала прокомментировать массовое шествие в Террасполе, Офис Бюро по реинтеграции отметил, что данный протест не имеет ничего общего со свободой выражения мнений. Сожалеем, что некоторых рядовых граждан используют в такого рода неконституционных мероприятиях, которые, помимо того, что срежиссированы пропагандистскими организаторами и вписываются в сценарий общеизвестных авторов, не имеют ничего общего с правом на свободное выражение мнений, которое полностью притеснено в регионе. Компании из Приднестровского региона осуществляют внешнеторговую деятельность исключительно на основании документов, выданных компетентными ведомствами Республики Молдова и через конституционные таможенные пункты и, соответственно, должны соблюдать законные правила, применяемые недискриминационно в отношении всех предпринимателей с обоих берегов Днестра. Как бы то ни было, ситуацию вокруг переговорного процесса на берегах Днестра продолжают комментировать в соседней Румынии. Так, социолог и эксперт геополитик Дан Дунгачу выразил мнение, что реинтеграция Приднестровского региона не нужна Кишиневу, поскольку под вопросом окажется сама евроинтеграция. А без бесплатного российского газа в Приднестровском регионе начнется экономический коллапс и гуманитарная катастрофа. Кишинев знает очень хорошо, что не может управлять Приднестровским регионом. Республика Молдова плюс Приднестровский регион – это совсем другое государство. Это понял когда-то Воронин. Даже он не решил Приднестровскую проблему, потому что четко понял, что поменяется не только демография, атмосфера, игра, сил. Это будет совсем иным государством, которого мы ни разу не видели. Для приднестровцев реинтеграция будет означать отсутствие рабочей силы, безработицу, социальный кризис. Нельзя будет взять оттуда рабочих и везти в Кишинев, потому что у тебя нет промышленности. Для них евроинтеграция и реинтеграция будет означать катастрофу. По информации организаторов митинга в Тирасполе, текст резолюции протеста будет направлен руководству Молдовы, сторонам формата 5 плюс 2 международным организациям. Между тем, в Тирасполе была задержана журналистка частного телеканала из Кишинева. Согласно данному СМИ, после допроса в местном так называемом МГБ корреспондентку освободили. Майя Санду получила верительные грамоты от пяти новых послов в Республике Молдова. Об этом представители администрации президента сообщили в пресс-релизе. В ходе официальной церемонии глава государства пожелала дипломатам успеха в реализации своих мандатов и подчеркнула важность укрепления двусторонних отношений с каждой из стран, которые представляют дипломаты. Агентство государственных услуг сообщило в среду, что политическая партия ШОР исключена из государственного реестра юридических лиц. По данным источника, это было сделано на основании заявления ликвидаторов политформирования, распущенного по решению Конституционного суда. Политическая партия ШОР была признана неконституционной 19 июня 2023 года. Решение было вынесено судьями Конституционного суда после уведомления правительства Республики Молдова, в котором упоминалось, что формирование неоднократно нарушало принципы правового государства и действовало вопреки национальным интересам. Илон ШОР покинул Молдову в июне 2019 года, после того, как демократическая партия ушла из власти. Борьба с коррупцией набирает обороты по всем направлениям. Об этом заявила глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драголин, которая представила отчет о деятельности ведомства за 2023 год. Также она сообщила, что в прошлом году возглавляемое ей учреждение передало в суд более 300 дел. По словам Вероники Драголин, суды первой инстанции при участии прокуроров антикоррупционной прокуратуры в течение 2023 года вынесли 162 приговора. Из них 101 – обвинительный приговор в отношении 115 человек, о закрытии 31 дела в отношении 39 человек, а также о вынесении 30 оправдательных приговоров в отношении 48 человек. Борьба с коррупцией в Республике Молдова идет в правильном направлении, но всегда есть возможности для улучшений. Мы работаем над этим, но важно признать, что ситуация все еще улучшается, когда мы говорим о борьбе с коррупцией. В прошлом году нам удалось передать в суд более 300 дел. Большинство дел, а именно 114 из них – это коррупционные преступления в публичной сфере, с нашей точки зрения, а также с точки зрения экспертов, которые проводят анализы и дают рекомендации, АП должна сосредоточиться на этих преступлениях, что мы и сделали в 2023 году. Среди результатов, которых удалось достичь в прошлом году, глава антикоррупционной прокуратуры отметила вынесение приговора Илону Шору по делу о банковском мошенничестве и лишение свободы сроком 15 лет. Выявление и арест активов из границы по нескольким громким уголовным делам на сумму 80 миллионов евро и возбуждение уголовного дела еще по трем делам о банковском мошенничестве, в том числе дела в отношении Владимира Плохотнюка с арестами на сумму более 1 миллиарда 200 миллионов леев. За 2023 год мы имели результаты в отчете по делам высокопоставленных лиц и отправили их в суд. Впервые в 2023 году мы подали в суд на людей, занимающих высокие должности. Речь идет об экс-премьере, министрах или, например, депутатах. Восемь депутатов и бывших депутатов, отправленных в суд. Генпрокурор отправился в парламент для снятия депутатской неприкосновенности с трех из них. Приоритетом для антикоррупционной прокуратуры в 2024 году является получение нового штаба специализированной прокуратуры, говорит Драголин, а также пополнение штата сотрудников. Приоритетом для нас является создание отдельной штаб-квартиры, потому что мы хотим увеличить количество функций. Мы хотим иметь людей, которые могут работать и вносить свой вклад в наши усилия. А в здании, в котором мы сейчас находимся, у нас больше нет места. Еще одним ключевым шагом, которого мы надеемся достичь, является то, что на следующей неделе решением парламента будет увеличено количество должностей в АП. Сейчас у нас их 143, но после анализа с экспертами мы попросили увеличить до 218. Речь не идет о прокурорах или офицерах госслужащих. Национальный антикоррупционный центр ответил на запрос администрации президента о том, как расценивать премию главы государства, полученную ранее в Тимишуаре. В ведомстве сослались на отсутствие компетенции в интерпретации нормативного акта, но в то же время не увидели в премии подарка Майи Санду. В ответе Национального антикоррупционного центра уточняется, что ответ учреждения не следовало бы квалифицировать как документ, интерпретирующий нормы, регулирующий юридический режим подарков. Инспекторы провели анализ нескольких нормативных актов Республики Молдова. Через призму исследования Национальной законодательной базы, которая регламентирует юридический режим подарков Республики Молдова, обращаем внимание, что термин «премия» не присутствует в списке терминов, которые вписывались бы в понятие «подарок» по статье 16 пункт 1 Закона о добросовестности номер 82 дробь 2017. Также и решение правительства номер 116 дробь 2020, которое развивает положение законодательства о добросовестности, не учитывает премию, присвоенную, выданную в прозрачном и законодательном смысле с закреплением в юридическом. Применяя принцип «там, где закон не делает различия, мы также не должны», не можем прийти к другому выводу, кроме того, что юридический режим подарков не может быть применен при присвоении выдачи премии. Бывший представитель Республики Молдова в Венецианской комиссии Николай Ишану также прокомментировал ответ Национального антикоррупционного центра. Другие учреждения не обязаны принимать эту позицию и не могут избежать ответственности в тех случаях, когда они принимают такое толкование. И впоследствии будет установлено, что они совершили противоправные действия или причинили ущерб. Более того, позже, в силу множества обстоятельств, судебная практика, которая в противном случае обязательно, при смене руководства Национального центра антикоррупции, в случае, если будет принято решение, что интерпретация неправильна и так далее, НАЦ может внести диаметрально противоположное мнение. Поэтому я призываю заинтересованных лиц не считать, что этим ответом НАЦ они получили индульгенцию. Отметим в то же время, что член Муниципального совета Тимишуары Роксана Ильеску ранее просила Майю Санду отказаться от премии в 30 тысяч евро, которую она назвала отравленной. В соответствии с обязательствами сторон, в общих чертах муниципалитет Тимишуары определяет состав жюри, берет на себя сотрудничество с ассоциацией для освещения в СМИ и предоставляет ассоциации необходимую информацию для поддержки цели протокола. Что касается ассоциации, то организация берет на себя секретарскую и логистическую деятельность, необходимую для организации вручения премии, разрабатывает календарь мероприятий, привлекает частные средства для вручения премии и покрытия организационных расходов, организует церемонию награждения и другое, без указания где-либо в этом протоколе того факта, что мы собираемся присудить приз в размере 30 тысяч евро. А вот глава администрации президента Адриан Белуцел назвал ситуацию с премией и манипуляцией терминами. Манипулирование терминами с целью очернить институт президента – это инструмент пропаганды, призванный ослабить доверие к институтам и обществу. Награды – это признание заслуг, а их вручение – естественная практика на международном уровне. Премьер-министр и президенты других стран также получали такие награды. Отметим, по сообщению администрации президента, Майя Санду решит, как использовать деньги после того, как они будут переведены. Несмотря на скандалы в публичном пространстве, и критику продолжу называть вещи своими именами. Именно таким образом отреагировал премьер-министр Дарин Ричан на заявления некоторых политиков и судей в публичном пространстве. Напомним, партия развития и объединения Молдовы, которую возглавляет экс-премьер Ион Кику, объявила о создании реестра противоправных действий главы государства Майя Санду, правящей ПДС и действующего главы Кабмина на фоне критики руководства страны в адрес судейского корпуса и прокуроров, отметив, что это подпадает под статьи Уголовного кодекса как нарушение принципа разделения власти. По каждому возможному эпизоду юристами вне парламентского оппозиционного политформирования будет направлена жалоба в прокуратуру, отметили в пром. Я очень четко сказал, продолжу озвучивать имена и буду делать это отсюда и далее, независимо от того, сколько протестов и недовольства будет от разных объединений, которые вместо того, чтобы заниматься целостностью процесса, я не видел, чтобы люди выходили с заявлениями, чтобы объявляли, если судьи допустили ошибки. Не видел подобного. Я продолжу это делать и хочу призвать добросовестных судей, смелых судей, и такие есть. Пусть делают шаг вперед, и мы постепенно очистим юстицию от коррупции. Накануне готовя материал о заявлении партии развития и объединения Молдовы, наша редакция попросила высказаться на эту тему представителей администрации президента. Уже после выхода материала в эфир мы получили ответ. Нам сообщили, что комментировать не будут. В ПДС нашему корреспонденту сообщили, что расценивают данное намерение, как очередную пиар-акцию политформирования, которая возглавляет Иоанн Кику. Партия Национальное альтернативное движение подала в суд на парламент и администрацию президента, чтобы оспорить процедуру назначения нового председателя Национального банка Молдовы Анки Драгу, гражданки Румынии. Напомним, Анка Драгу получила гражданство Республики Молдова указом президента за день до своего назначения на должность главы НБМ. На своей странице в соцсети лидер партии Национальное альтернативное движение мэр столицы Иоанн Чабан подчеркнул, что юридические процедуры назначения нового председателя НБМ не были соблюдены, и его действия направлены на избежание подобных прецедентов в будущем. Верховенство закона должно уважаться всеми, независимо от того, кто находится у власти. Но все действия представителей ПДС выходят за любые границы, способные повлечь за собой серьезные последствия в развитии страны. В интересах общества обеспечить, чтобы эта процедура была законной, справедливой и прозрачной. Потому что в последнее время непрозрачные действия ПДС уже породили серьезные последствия, такие как закрытие учебных заведений, больниц, университетов, увольнение специалистов из разных областей и повышение личных зарплат. Чабан также утверждает, что за ним ведется слежка. «Прошли годы мандата ПДС в парламенте и президентуре, у них абсолютная власть в государстве. И мы все видим, как они относятся к врачам, педагогам, мэрам и членам местных советов. Они избегают и не говорят правду о газе, электроэнергии, дорогах и других сомнительных закупках и тендерах. К моему дому пришли с дроном, хотя я публично показал свое жилье. Мне нечего скрывать. Сейчас меня круглосуточно снимают с балконов и перед дверью в общем дворе». Мы обратились за комментарием к пресс-секретарю администрации президента Рими Плачинте, однако ответа на звонки и сообщения не получили. А вот советник по связям с общественностью спикера парламента Игоря Гроссу Аурико Руснак-Жардан дала нам подробное объяснение. Отставка произошла с соблюдением всех процедур, в результате чего законодательное собрание орган, назначивший председателя НБМ на должность единогласно голосами всех депутатов, включая перебежавшего в партию МАН депутата Гайка Вартаняна, был освобожден от должности в соответствии с правовой нормой. Мэр должен заниматься управлением города, а не политикой. Мэр Кишинева при первом же снегопаде показал, что он не умеет распоряжаться народными деньгами, когда оставил город в сугробах, а кишиневцам до сих пор трудно передвигаться по улицам из-за гололедицы и выбои на дорогах. Он не знал, как распоряжаться деньгами, когда оставлял учеников без групп продленного дня или помощников родителей без зарплаты или бытовых потребителей без компенсации за тепло. Заявление Иона Чабана прокомментировал и депутат ПДС Раду Мариан. Ион Чабан так хорошо руководит мэрией, что успевает появляться на пресс-конференции, чтобы вводить в заблуждение на тему решения парламента о назначении Анки Драгу на должность председателя НБМ. Дорогой Иван, приступайте к работе. ВМР, который должен решать проблемы города, а не устраивать спектакль на темах, которые не имеют ничего общего с мэрией. Ранее глава законодательного органа отметил, что Анка Драгу имеет большой опыт работы в финансово-банковской сфере и она не единственный человек, занимающий высокий пост в Молдове, у которого есть гражданство Румынии. Возвращаясь к госпоже председателю НБМ, у нее хороший опыт работы в валютном фонде и в Центральном банке Румынии, она была председателем Сената и показала хорошие результаты, как политические, так и общественные. Мы обсуждали, все рекомендации были хорошие, кроме того приезжает гражданин Евросоюза, приезжает специалист в банковской сфере европейского уровня из страны-члена Евросоюза. Чего еще мы можем желать в этом переговорном процессе? Тем временем председатель НБМ Анка Драгу встретилась со студентами Республиканского теоретического лицея Аристотель, чтобы обсудить, что такое Центральный банк, денежные явления и как работает экономика. Анка Драгу рассказала старшеклассникам о целях НБМ и опыте такие же учреждения в других странах. Объяснила, что такое инфляция, как проявляются спрос и предложения и зачем нужна конкуренция. Как говорится в пресс-релизе НБМ, ребята стремились узнать больше о финансовой системе и интересовались, почему деятельность Центрального банка должна быть независимой и прозрачной. Прозрачность Центрального банка очень важна, независимость предполагает ответственность, а автономия, полномочия и подотчетность являются элементами, проистекающими из прозрачности. Доверие трудно завоевать и, чтобы его поддерживать, необходима прозрачность. Председатель НБМ также отметила необходимость дебатов и анализа в исследовательской сфере, поощряя студентов изучать экономику, чтобы участвовать в развитии страны. Представители фракции ПДС в муниципальном совете Кишинева провели пресс-конференцию, на которой раскритиковали порядок предоставления компенсации за тепло, отметив, что в этот период компенсациями будут пользоваться меньше людей из социально уязвимых категорий, чем раньше. И это при том, что в муниципальном бюджете предусмотрены средства для этого, утверждают они. Утвержденный бюджет компенсации на 2022 год был меньше, чем в 2018 году до того, как он начал руководить мэрией Кишинева. Он был меньше на 7 миллионов леев. А в период 2018-2022 годов количество людей, получивших эту компенсацию за тепло, сократилось с 34 тысяч человек до 22 тысяч. Другими словами, сократились бюджеты и уменьшилось число бенефицаров. Даже если бы в бюджете на 2023-2024 годы было заложено 150 миллионов леев, деньги, которые есть в муниципальном бюджете даже сейчас, 150 миллионов леев на эту услугу, чтобы мы могли платить и помогать этим уязвимым семьям, которые нуждаются в этих компенсациях. Но мы видим, что эти деньги не осваиваются. В ходе той же пресс-конференции советники ПДС выступили с рядом требований. Срочное представление муниципального бюджета для всех граждан, а именно утверждение муниципального бюджета на 2024 год. Предоставление указанной компенсации за тепло заявителем на период 2023-2024 года. В бюджете есть деньги, у нас есть 150 миллионов. Эти деньги должны и дойти до тех, кто в них нуждается. Более того, мы будем настаивать на одобрении разработанного нами в последнем мандате проекта изменения порядка предоставления компенсации тепла. В ближайшее время мы подадим жалобу в компетентные органы для расследования в адрес Ивана Чабана относительно злоупотреблений, которые он допускает при исполнении бюджета муниципалитета. На просьбу нашего телеканала прокомментировать высказывания Дмитрия Иванова ответила советник генпримара Кишинева Наталья Иксарь. Компенсации поступают за счет поддержки международных институтов, в том числе для муниципия Кишинев. В общении с европейскими институтами это было подтверждено. Мы не дублируем. ПДС посредством различных ежедневных предвыборных акций против мэрии Кишинева лишь отвлекает внимание от серьезных проблем в нашей стране. Хотя они же эти проблемы и породили. Представители ПДС имеют четкий приказ каждый день атаковать мэрию Кишинева и генерального мэра Иона Чабана. Они уже участвуют в новой избирательной компании. Напомню, что столичный городоначальник Иоанн Чабан ранее написал в социальных сетях, что на правительство и министерство финансов подали в суд, чтобы заставить их вернуть в бюджет муниципия Кишинева долг в размере более половины миллиардов леев, образовавшихся в результате действий по делегированию дополнительных отчислений с бюджета Кишинева. Без финансового обеспечения, подчеркнул также Чабан. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. За последние 22 дня правоохранительным органам удалось задержать более 500 человек, обвиняемых в различных преступлениях и скрывающихся от закона. В поиске преступников участвовали все службы Генерального инспектората полиции. Для активизации поиска преступников, по данным ведомства, была организована общенациональная операция «Розыск». О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Мэрия Кишинева сообщила, что во всех районах города и пригородах ремонтируют дороги, поврежденные в результате снегопада и обработки противогололедным материалом. Повреждения устраняют холодным асфальтом. При этом в местной администрации отметили, что это подготовительная мера. В теплый период года после оценки состояния всех муниципальных дорог отремонтируют их горячим асфальтом. С 15 по 21 января число госпитализаций, связанных с острыми респираторными инфекциями, несколько увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. 102 человека, в основном дети, были госпитализированы с гриппом и 280 с острыми инфекциями верхних дыхательных путей. С начала года зарегистрировано 7902 случаи острых инфекций верхних дыхательных путей, 68 случаев гриппа. В то же время примерно на 18% снизилось количество людей, заразившихся вирусом COVID-19. В течение 2023 года на рассмотрение парламента было передано 490 нормативных актов. 85% из них были рассмотрены и одобрены. Депутаты были авторами 243 законодательных инициатив, то есть почти половины от общего количества проектов, вошедших в законодательную процедуру. Правительству принадлежат 38,3% законодательных инициатив, 57 – президенту Молдовы, две – народному собранию Гагаузии. Инспекторы по охране окружающей среды Креулян организовали рейд на реке Реут после того, как получили информацию о том, что там незаконно установили рыболовные сети. В результате они обнаружили и вытащили 40-метровую рыбацкую сеть. По информации ведомства, рыболовные сети передадут на склад инспектората по охране окружающей среды, что станет еще одним важным шагом в борьбе за сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса рек региона. На 9 банов подорожают оба вида горючего, на которые по закону ежедневно устанавливаются предельные расценки для розничной торговли. Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике. Таким образом, по решению регулятора в четверг, 25 января, литр бензина будет стоить 23 лей, 65 банов. Тот же объем дизельного топлива обойдется автовладельцам в 21 лей, 55 банов. Во вторник в Кишиневе состоялся показ фильма об ужасах Холокоста, которому предшествовала публичная лекция об этом страшном периоде в истории человечества. Мероприятие было организовано Еврейской общиной Республики Молдова совместно с Румынским институтом культуры Михаил Минеску в Кишиневе. Путешествие Грубера – продукт совместного румынско-венгерского производства, снятого режиссером Раду Габря. Он вышел на экраны в 2009 году. Фильм вдохновлен историями, содержащимися в романе итальянского писателя Курцио Малапарте «Капут», в котором он рассказывает о своем визите в Яссо летом 1941 года, через день после еврейского погрома. Присутствовавший на мероприятии румынский исследователь Николай Драгушин отметил, что хотя художественные фильмы и отличаются от документальных, они помогают нам лучше понять, что пережили люди, ставшие непосредственными участниками событий, описанных в учебниках истории. Это фильм, который заставит вас задуматься о судьбе человека. Это один из хороших фильмов, снятых румынскими режиссерами и актерами. В масштабах истории 80 лет значит не так уж много. На самом деле это очень мало, и можно сказать, что это что-то современное для нас. И в-третьих, нужно учитывать обстоятельства, в которых мы живем. Я имею в виду нападение, совершенное 7 октября террористической организации «Хамас» на государство Израиль. В связи с этим событием мы понимаем, что антисемитизм возникает там, где мы меньше всего его ожидаем. Директор Румынского института культуры имени Михаи и Минеску в Кишиневе Моника Бабук говорит, что основная цель мероприятий, посвященных памяти жертв Холокоста – повысить осведомленность об этих черных страницах истории и сохранить память о тех, кто погиб только потому, что они считались другими. Во время Второй мировой войны в Бессарабии существовало не менее 49 гетто и концентрированных лагерей для евреев. И по данным разных историков было уничтожено от 200 до 300 тысяч евреев. Это, конечно, невозможно забыть. На этой неделе, когда мы вспоминаем жертв Холокоста, просто необходимо, чтобы каждый из нас осознал, что очень важно, чтобы каждый взял на себя свою роль в борьбе с ужасами прошлого, чтобы они не повторялись. Представители еврейской общины также говорили о том, как важно не забывать о таких моментах в истории. Нашего народа, они очень важны для нас, понятно. Но мы должны понимать, что во время этого Холокоста, во время этого периода погибло огромное количество представителей других национальностей. И заложниками в этой ситуации стали, как мы знаем, и ромы, и славяне, и многие-многие другие. И нельзя это упускать и выделять только себя. Поэтому мы, в ключе наших переживаний, хотим, скажем так, поднять вопрос из года в год о том, что это недопустимо, геноцид. Мероприятие было организовано в партнерстве с Румынским институтом культуры Михаилем Минеску в Кишиневе, агентством межэтнических отношений, мэрией Кишинева и посольством Италии в Республике Молдова. Североатлантический альянс подписал контракт на сумму более 1 миллиарда евро на поставку сотен тысяч тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для пополнения запасов своих стран-членов и поставки боеприпасов Украине. Агентство НАТО по поддержке и закупкам заключило сделку от имени нескольких союзников. Война России на Украине превратилась в битву боеприпасов. Поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, пока мы продолжаем поддерживать Украину. Российская военная промышленность намного превосходит украинскую, а Киеву нужна помощь. Но снаряды прибудут не скоро. Доставка по заказам, как сообщило агентство НАТО, занимает от 24 до 36 месяцев, передает Евроньюз. Планы Европейского союза произвести для Украины 1 миллион артиллерийских снарядов выполнены лишь на треть. Брюссель ожидает, что к концу этого года европейская оборонная промышленность будет производить около 1 миллиона снарядов ежегодно. Парламент Турции после долгих отсрочек подавляющим большинством одобрил вступление Швеции в НАТО. Ожидается, что в ближайшие дни президент страны Реджеп Таип Эрдоган подпишет ратификационный документ. За вступление Швеции проголосовали 287 депутатов против, 55 четверо воздержались. Все союзники по НАТО договорились в Вильнюсе пригласить Швецию присоединиться к нашему альянсу. И Швеция выполнила свои обязательства. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас безопаснее. Турция-член альянса больше года тянула с ратификацией заявки Швеции, обвиняя эту страну в слишком снисходительном отношении к группам, которые Анкара считает угрозой своей безопасности. Речь прежде всего идет о рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической. После одобрения заявки Швеции всем парламентам документ пойдет на подпись президенту Реджепу Таипу Эрдогану. Из стран альянса заявку Швеции не ратифицировала Венгрия. Накануне премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что пригласил своего шведского коллегу в гости, чтобы обсудить вступление его страны в блок. Венгерский парламент находится в отпуске примерно до середины февраля. Бывший президент США Дональд Трамп победил на республиканских праймерис в одном из ключевых штатов – Нью-Гемпшир. Набрав почти 55% голосов. Таким образом, он получает не менее 11 голосов республиканских делегатов, а его единственная соперница – Ники Хейли – не менее 8. Демократы в этом же штате отдали предпочтение действующему президенту Джо Байдену, хотя его имени даже не было в бюллетене. После подсчета почти всех бюллетеней Байден получает около 67% голосов демократов с преимуществом около 50% над ближайшим конкурентом Динам Филлипсом. По решению демократической партии Байден не был включен в бюллетень, однако сторонники вписывали его фамилию вручную, пишет американская пресса. Довольно значительный разрыв между Хейли и Трампом, последовавший после победы последнего на первичных голосованиях в Айове, по мнению аналитиков, подтверждает доминирующее положение Трампа среди электората республиканской партии. В прошлом кандидаты, одерживающие победу в Айове и в Нью-Гэмпшире, всегда добивались номинации в президента от республиканской партии. Экс-губернатор Южной Каролины уже поздравила соперника с победой в Нью-Гэмпшире, но подчеркнула, что будет продолжать борьбу. Следующие праймерис пройдут 24 февраля в ее родном штате. Это только начало, у нас есть остальная часть нации, это то, чего мы хотели. Мы хотели получить менее 10%, и мы надеемся, что так и останется. И я думаю, у нас сильный кандидат. В штабе Ники Хейли подчеркивают, что экс-посол не выйдет из предвыборной гонки, по крайней мере, до тех пор, пока не станет понятно, что проблемы с законом не помешают Дональду Трампу участвовать в выборах. В прошлом году экс-президент стал обвиняемым по четырем уголовным делам. Судебный процесс по первому из них должен начаться в марте. В столице Монголии, Улан-Баторе, взорвался грузовик, перевозивший 60 тонн газа. На месте инцидента вспыхнул крупный пожар. Пламя быстро распространилось на соседние дома и автомобили. Не обошлось без жертв. Согласно сообщению агентства ПЧС, по предварительным данным, в пожаре погибли три местных жителя и трое пожарных, прибывших на вызов. Кроме десяти человек, ранее доставленных в ожоговый центр, были госпитализированы еще четыре ребенка. Сгорели 30 автомобилей. Агентство уточняет, что взрыв произошел в результате столкновения на перекрестке грузовика, перевозившего газ легковым автомобилем. Отмечается, что на месте происшествия были задействованы около 600 сотрудников экстренных служб и 48 единиц техники. Около 40 жильцов близлежащих домов были временно эвакуированы и размещены в гостинице. Европа возобновит миссию по освоению космоса своими силами и уже в 2024 году. На 16-й Европейской космической конференции, открывшейся в Брюсселе, официальные лица и представители отрасли подтвердили – старый континент снова сможет рассчитывать на свои собственные ракеты-носители. Первый запуск новейшей «Ориан-6» намечен на период с 15 июня по 31 июля. После вывода из эксплуатации в июле прошлого года ее предшественницы «Ориан-5», прослужившей 27 лет, у ЕС оставались лишь ракеты легкого класса, что не позволяло конкурировать с НАСА и гарантировать собственную безопасность. «Будем честны, мы столкнулись с беспрецедентным кризисом. Европа потеряла свою независимость относительно доступа в космос, что поставило под угрозу суверенное развертывание европейских флагманов Галилео, Коперникус, а скоро это ожидает и ИРИС-2. Поэтому восстановление нашего суверенитета в плане освоения космоса имеет первостепенное значение, если ЕС хочет оставаться заслуживающим доверия игроком космической отрасли». Первый полет «Ориан-6» изначально планировался на 2020 год, но тогда возник целый ряд технических проблем. К ним добавилось нарушение цепочки поставок из-за пандемии. Кроме того, после прекращения сотрудничества с Роскосмосом в 2022 году Европейское космическое агентство больше не могло полагаться на российские аппараты «Союз». ЕС пришлось делать выводы и вкладывать средства в собственную космическую программу, передает Евроньюз. «Во-первых, надо сделать так, чтобы ракета-носитель предыдущего поколения дублировалась ракетой нового поколения. Исходя из того, что мы знаем о текущей ситуации, «Ориан-5», которая была выведена из эксплуатации в июле прошлого года, должна быть перекрыта новой ракетой-носителем как минимум на 3-4 года, просто для уверенности на всякий случай. Во-вторых, следующая тяжелая ракета-носитель, которую мы сейчас разрабатываем в рамках сложного процесса, наверняка будет многоразовой». В Брюсселе уверены, возобновление полетов европейских ракет-носителей – важный шаг в укреплении стратегической автономии континента в космической отрасли. Пока же Европа полагается на партнеров, например, Индию или США, в частности, американскую компанию «Спайсикс». Американская Академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на 96-ю премию «Оскар». Лидером по количеству номинаций стал фильм «Опенгеймер». Драма о Кристофере Нолана претендует на 13 статуэток, в том числе в категории «Лучший фильм». Помимо «Опенгеймера» название лучшего фильма претендует «Барби», «Анатомия падения», «Американское чтиво», «Убийцы цветочной луны», «Оставленные», «Прошлые жизни», «Бедный несчастные», «Маэстро» и «Зона интересов». «Оскар» присуждается в 24 категориях. Победители получают статуэтку в виде рыцаря, держащего меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять сегментов которой символизируют самые первые гильдии Академии – актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов. Лауреаты кинопремии станут известны 10 марта, награждение пройдет в Лос-Анджелесе. Церемонию в четвертый раз проведет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. На этом выпуск завершен. Впереди вас ждет интересная и развлекательная программа «Фильмы и сериалы». Оставайтесь с нами. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова